Всегда приятно возвращаться домой, заняв первое место, особенно после такой финальной игры, которая была 14 мая. И это большая радость была для ребят, для их родителей, естественно, для меня. Это плоды моей работы. И, в принципе, этот финал нам удался. Первый день финального тура мы играли с командой с Дюшор 16 города Киева. Ну, счет 90-42, он, конечно, говорит о многом, что, к сожалению, у нас борьбы не получилось. Слишком разный был уровень класс команд. Так что мы довольно-таки легко прошли. Во второй день финала мы играли с командой Черкасские Мавпы. Там была более напряженная борьба, но уже в первой половине мы сделали задел уже. И уже всеми мыслями были в финале, уже были немножко где-то и ребята берегли, и я это видел. И, в принципе, это нормально было. Они всеми мыслями были в финале уже, и мы уже готовились на финал. Ну, и украшением, конечно, украшением этого финала, этих трех дней финала стала игра между «Химиком» и «Сдюшор» имени Литвака. Игра проходила очень в упорной борьбе. Первые две четверти прошли в равной борьбе. Во второй мы немножко, не немножко, уступили 10 очков. Но в четвертой четверти мы сумели собраться, мы сумели перестроиться, мы сумели взять, навязали очень жесткую борьбу, особенно в защите. И соперник дрогнул, и растерял свое преимущество. И где-то нам немножко и повезло, как говорится, не без этого в спорте. И мы переломали ход игры, и очень, я считаю, достойно завоевали первое место. Еще буквально пару слов. Вы закончили регулярный чемпионат на втором месте, уступая команде «Сдюшор» имени Литвака. И вот в связи с этим, что и финал был тоже «Химик» и «Сдюшор» Литвака, насколько было важно психологически настроить ребят? И как это получилось? Убедите, что они могут быть лучше, когда в сезоне это не получилось. Ну, в сезоне мы сыграли 1-1. Так что ребята уже имели победу над «Сдюшор» имени Литвака. Ну, знаете, дерби, есть дерби, и ребят излишне не надо было настраивать. Все они старались занять первое место, показать свою лучшую игру. И я не думаю, что ребята боялись. Просто они играли и выкладывались на площадке. Можете кого-то индивидуально отметить, кто взял на себя роль лидера? Может быть, ключевые игроки в том важном матче, в переломе? Ну, в своей работе я пытаюсь, чтобы у меня была команда. Во-первых, особенно это, что касается молодых игроков. Хорошо, когда есть лидер, который может решить исход какого-то временного отрезка, когда команде тяжело индивидуально. Это тоже очень важно. Но я стараюсь, чтобы играла команда. И кроме в баскетболе, кроме забитых очков, есть еще много моментов, где игрок может принести пользу команде. Это игра без мяча, это игра в защите, это игра в подыгрыше, в нападении. Так что не обязательно забивать очки. Хотя выиграет та команда, которая забивает больше очков. Но по финальной игре MVP турнира стал Арсений Прокачев. Радует то, что он коренной южненец, и ему достался этот трофей. Ну, собственно говоря, и он в концовке решил исход. Благодаря его очкам, благодаря его самоотверженной игре в защите, мы добились преимущества в этой игре. Я хотел бы поздравить игроков, их родителей, их преподавателей школьных, руководство клуба, которые в эти непростые времена создали нам условия для успешного выступления. Я хочу пожелать ребятам, прежде всего, это отдохнуть, собраться, скажем так, отдохнуть, возмужать немножко, чтобы сделать выводы после этого чемпионата. И уже с новыми силами начать подготовку к следующему турниру, к следующему чемпионату. И уже, если в этом сезоне мы играли, были ограничения, мы играли по пятеркам, были ограничения по, 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 там, игре, игре в нападении, игре в защите, были ограничения, то со следующего сезона уже будет полностью взрослый баскетбол, со всеми элементами, элементами зоны защиты, элементами всего-всего будет уже. И, конечно, я вам скажу, что уже те команды, которые были, может быть, вверху, уже станут немножко внизу. И наоборот, очень сильно трансформируется чемпионат, потому что уже не будут играть по пятеркам, а будут играть просто сильнейшие на протяжении даже 40 минут. Так что... Новый этап, новый... Да, новый этап, новый вызов, да, новый, как говорится, новый чемпионат, но стоит задача, естественно, занять чемпионство и защитить. Как говорят, чемпионство занять тяжело, но тяжелее еще его защитить. Так что будем стараться. Продолжение следует...